Здравствуйте, уважаемые любители истории! Мы сегодня расскажем о замечательном комплексе зданий, который мыслим, я бы сказал, в Орле или даже в более крупном центре. Это комплекс зданий бывшей земской больницы конца XIX века, расположенной в селе Яковлево, где и без этого очень много достопримечательностей. Село Яковлево – это рядом со Змеевкой в Свердловском районе Орловской области. Земская больница сохранила целый ряд своих корпусов. Если другие здания начали строиться еще в конце XIX века, то главный корпус, около которого мы стоим, является абсолютным шедевром стиля модерн. Сам стиль модерн возник в начале XX века с использованием уже новых материалов, с использованием бетона, широких перекрытий, новых форм, изогнутых форм, под большим влиянием знакомства Европы с Востоком, с Японией, с Китаем. Вот эти творчески переработанные элементы, они легли на основу традиции европейской архитектуры и образовался этот интереснейший стиль. Я хочу обратить ваше внимание, что главный фасад этого уникального сооружения имеет выступ – резолит. Мы видим, что здесь расположено и главное крыльцо, главный вход, дверь. Дверь филенчатая, причем здесь и крупные филенки, и более мелкие, четырехугольные филенки, очень красивые. Причем дверь подлинная, начало XX века. Мы видим также, что здесь удивительным образом устроен балкон. Балкон явно подлинный. И мы видим также, что над балконом еще навес существует, так называемый зонд. Все это аутентичное, еще начало XX века. Хочу обратить внимание на ковку балкона и на кронштейны, которые поддерживают зонд над входом на балкон. Сама дверь во втором этаже, выход на балкон, сохранила мелкую растекловку, которая была свойственна для стиле модерн. Здесь сохранились четыре стеклянных проема над дверью и дверь как бы с форточками и нижней частью, которая имеет деревянное филенчатое заполнение. Причем сам резолит украшен с двух сторон пилястрами. Но особенно любопытно, что на пилястрах мы видим тяги. Центральная тяга, заканчивающаяся гирькой, длиннее двух боковых, с каждой из сторон. И вход на балкон. И все окна второго этажа сверху имеют обрамления прямоугольные. Но интересно, что они еще имеют такую расшивку, косую расшивку, повторяющую как бы декоративные замковые камни. Дворовый фасад главного корпуса гораздо более аскетичен. Но и здесь он несет все элементы стиля модерн. Особенно украшает здания, обрамления, окон, которые не прерываясь составляют ломаную линию, украшающую второй этаж дворового фасада. Во дворе также имеется большой флигель. Но можно предположить, что это здание более раннее, поскольку оно имеет немножко другую стилистику оформления своего. И, скорее всего, оно построено во второй половине 19 века, еще в так называемом романтическом стиле. Оно имеет сложную форму, одноэтажное, но очень само по себе интересно. Во-первых, надо сказать, что углы закреплены пилонами, которые, в общем-то, переходят в плоские пилястры. Но эти пилястры еще и украшены рустом, причем имеют такой мощный стилобат, основание, а сверху украшены кронштейнами и развитым довольно-таки карнизом среднего выноса. При этом основной фасад здания украшают окна. Эти окна имеют обрамление профилированное, а также каждая пара окон отделена от следующей все теми же пилястрами, имеющими рустовку. Ну а здесь, как и везде на завершении здания, мы видим сложный карниз и целый ряд кронштейнов, переходящих в дентикулы, такие ступенечки. Следует отметить также и то, что под окнами мы видим еще и галтель протянутую. Все это в целом придает дополнительную красоту фасаду. Внутри здания флигеля сохранились даже частично старые интерьеры. Это падуги дверей старинных, вот здесь даже полностью сохранившиеся обрамления старинной двери. Есть и поменьше обрамление дверей с растекловкой над дверных окон, зеркала печей. Но особенно удивительно, что здесь целиком сохранилась замечательная белая кафельная печь с карнизами. Еще одно здание комплекса, третье здание, это гораздо более простая постройка, где находилась прачечная, обслуживающая больницу. Возможно, часть этого здания более старая, но очевидно, что часть построена уже в советское время. Во всяком случае, мысль о том, что некоторые части зданий могут быть еще дореволюционными, приходит тогда, когда смотришь на остатки роста, не глубокого, но явственного, который расположен на стенах этого здания. Ну что ж, дорогие друзья, здесь у здания главного корпуса Якулевской земской больницы. Мы прощаемся с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok